Несмотря на то, что видеокамера телефона у большинства из нас всё время под рукой, для самых главных событий в жизни, как, например, выпускной, свадьба, юбилей близких или юбилей компании, принято обращаться к профессиональным видеографам. Сегодня в полезной программе специалист с большим опытом Константин Пермяков расскажет, как выбрать видеографа, что стоит учесть и какие вопросы задать при встрече, чтобы найти настоящего профессионала. Для начала надо посмотреть, потому что они все выкладывают свои работы какие-то, надо искать работы, посмотреть прежде всего, хотя бы одну-две, да, посмотреть. Нравится тебе работа, нравится музыка, которую он подбирает, нравится вообще чистота кадров. Во вторую очередь надо посмотреть вообще, ну, опыт работы, то есть срок всё-таки. Бывают молодые мальчишки, да, бывают они, может, талантливые, да, там он только закончил, у него там тоже фонтан идей, это один вариант. Есть опытные, матерые операторы, которые вообще знают каноны, как всё снимать. Это другой вариант, да, то есть вам тоже надо, чтобы он вам и подходил, и по возрасту, допустим, да, и по какой-то, ну, вообще нравится, не нравится он вам. Надо всегда с ним, ну, обсудить, то есть объём, что он всё-таки может снять, что он не может снять, какой объём он может снять и, соответственно, какой результат вы в итоге получите. Даже в том числе вплоть до, ну, часовая, допустим, у него, там, он по часам работает, или там, там, целый, на целый день он сможет с вами работать. И, соответственно, и по срокам выполнения работы, опять же, надо уточнить, сколько. Потому что он, может, потом лет пять будет вам делать работу, это будет, конечно, может, шедевр, но пока вы дождётесь, вы уже забудете про него. То есть тоже надо узнать ещё и сроки выполнения, потому что бывают очень загруженные люди, и они могут им очень долго делать, а могут сделать быстро, но не очень хорошо. Сейчас больше идёт всё-таки упор на эмоцию. Эмоция должна, ну, самая превалирующая, то есть даже очень крупно человека снимать. Пусть не всегда это логично, но должна эмоция получаться. То есть всё равно крупно индивидуальный человек снимается больше, скажем так. Больше упор идёт на конкретную, на какую-то личность. Раньше снимали всё вот и до, раньше были трёхчасовые кассеты, то есть всё писали вплотно трёхчасовые. Сейчас, допустим, карты памяти ограничены какое-то время. И вообще люди уже не привыкли долго сидеть у телевизора, скажем так. Даже на себя смотреть всё равно надоедает. Сейчас много оборудования используется, именно, допустим, усовершенствуется. Для заказчиков чаще всего многие вопросы, ну, как белый лист, они что-то видели когда-то у кого-то, они хотят так же, хотя это уже, может, совсем уже и не модно, и 5 лет назад уже это только снималось. Да, всегда в меру своего опыта всегда, конечно, скажу, что я могу снять, что надо снять, да, как себя примерно вести. Так как я постоянно общаюсь с телевизионщиками, то я понимаю для себя, что именно они и делают хорошо. Потому что всё-таки они опытные. Опыт – это колоссальный момент, который вообще всё определяет. Поэтому я и на основании отзывов, и на основании этого, я вот для себя тоже заказала такую услугу, да, чтобы мне сделали, чтобы красивый был сюжет. И мне очень нравится. То есть мне понравилось, и скажу, что отличается очень сильно, начиная от того, что качество изображения, звук, музыка. Я ценю в видеографах именно такую, скажем, открытость, коммуникабельность, вот это вот желание слушать, желание подстроиться и сделать именно так, как просит клиент. Жизнь меняется день ото дня, и через год мы будем совсем другие. Именно поэтому так важно сохранить в памяти правдивые впечатления о важных событиях. Эти эмоции по-настоящему бесценны, а поэтому на них не стоит экономить. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...